доброе утро доброе утро это скрылся и никак не появляюсь я уж не привожу знаю что работаешь мне сейчас звонил сегодня с отцом среднем бою что-то он говорит что там у вас не получается чудо но как не получается от нас еще зависит у нас все получается все по порядку идет овра враг ты живой никуда не делся если вчера одна пишет если бы господу не угодно было такие препятствия разве господь у вас убрал бы паспорта не возвращают они у них завал говорит там в посольстве то а мы не могли никак мы сроками определено они сказали через три недели три недели заканчивается сегодня а ответа то нет а нам ехать а паспорта то в москве и вот самое сейчас я написал вам посмотрите неприятно в чем заключается что мы туда выйдем они в это время вышлют и вот мы сейчас все пытаемся варианты проиграть какой лучший вариант а сейчас новосибирскому созвонился племяннику там чтобы пришел на встречу ему доверенности надо первые страницы наших паспортов его ну какие у них там порядке мы это все получили и отдать ему оригинал нам дали документы когда мы документы сдали что они от нас приняли у нас причин никаких не чтобы не было открыто если бы мы раньше подали на визу на английскую это мы могли сделать но мы ориентировались на немецкие немецкие не не раньше трех месяцев до отправления эти три места свободно могут рассматривать мы связаны мы как не повернись мы в рамки в чужие в ваши то это не наше правило я говорю мы из машины не вылазим вот я бы мы не переезжали на пароме я всегда внутри а фенлянде отвечают тут другие порядки вы моряком были разве не знаете не знаю это ради безопасности пассажиров обязательно должен ты быть там у них гостиницы вверху разная там по размеру собака идет как человек отдельно платить уже все там они решают ну не а их машину куда-то заезжает вниз и туда не нельзя не ремонтирует еще в это время это может это правильно на гру когда начинается паника потонет то есть я в своей машине мне легче выскочить чем из гостиницы когда там все запружено будет ну тут просто разговор у них правило если я чужой дом иду со своим монастырем то уставом не полезешь мы ничего нигде не сделали такое чтобы от нас зависело шенген открытый главный шенген в англии очень просят такая подготовка но тянут и тянут значит если мы поедем а мы обязательно 27 во вторник выезжаем там и на встречу придет племянник от них оттуда связаться надо с этим посольством а в москву вчера позвонил у знакомым который от отца кирилла сахарова чтобы они пошли и убедили их не посылать больше ничего не надо после как хотят делать лишь бы отдали паспорта но отказать нам никаких причин нету и да и зачем вы не документ это принимали если мы негодные документы не принимаются нету телефона никакого они ответили оттуда разговоров никаких нету разговаривать только с этими эти говорят с нами чего разговаривать мы послали все с ними разговариваете они друг одна друга показали виктор петеримов запрос сделал бывает проследить за почтой здесь еще не удается сделать разные там фокусы какие по другим посылкам то здесь не проходят здесь сидите и ждите и сказали три недели а вчера открывая говорит у нас большой завал может полтора месяца за полтора места меня шенген кончится они выставляют новые материалы каждый раз новое в германии я точно знал сдал норма две недели через две недели я получил но у нас тут из-за фотографий тоже не наша вина принимавшая она не сказала что фотография должна отличаться той которая была в прошлом году об документ уже вернули потом назад дошла мультивиза напишите заявление все сделали нам дали выдали что мы хотели немцы это точность там вообще а здесь растягивает как хотят и притом немцы возвращает говорит то занимается если не получилось деньги какие я заплатил вернут а здесь не заранее говорится деньги не возвращаются и объяснять причины никто не будет но так может что угодно набрать на подряд всех и деньги никому не отдавать мне ничего не приходится только молиться вот на на вторник я прошу просто эти дни помолиться если молотари у них понедельник выходной здесь еще и выходной понедельник чего ради не знаю но вторник мы приедем туда приедем у них стол девятого нету нету значит попытаемся позвонить а там говорят если звонить сначала карту имейте каждая минута стоит вот столько-то там полтора евро или что там сотни с лишним рублей я десять лет ни одного звонка на ранее делу 23 а вчера с москвой переговорил на 150 рублей наговорил сон пропал у меня но как спрашивать что как сказать прийти в посольство это же не игрушка нам заблокировать паспорта чтобы они не высылали суда дадут не дадут визу это на втором месте вот в пути мы разойдемся с паспортами вот это нахлобучка нам нам придется там шенгенскую зону резать тут-то все время будет приходить брать возьмут курьерской почтой нам вышли но это же время хоть она никак нельзя у нас время там спакова но сейчас франции пишут там исправникова это она что уже договорились все и люди собираются но надо на троицу на восьмое потому что сама хорош храме народу будет много и они там уже подбирают спрашивать литва там литва начала запрашивать интересно везде священники везде абсолютно одинаковые в англии патриархийная и здесь только одно что скажет этот епископ доходят в это голова ну ладно ты от лапкина спасешься с ней со мной нельзя встречать и допустим 0 пасту то всем всех наполняются православными бывшими там то вы никого не сохраняете а здесь показать тебя они что-то значат как бы я не совратил куда-то это рядом а прервал мне сказала брат не туда тянешь при тебе же это все твоя паства до показать какую-то власть до твою пасту то пух и прах развести там никого нету пьянь да гордор вань все эти б церкви набились и притом одинаково везде один никита только ответил игумен это из хельсинки то мне все равно что говорят мне человек интересен этот который говорит все они не перед кем не сгибаясь и народу интересно поэтому встреча будет и весь сказ вот это я понимаю ответ у нас бы кто не приехал там баптистами за листом он не был мы сразу даем ему слова не где-то в собрании не храме храме говорить нельзя я пока не был рукоположенный щит я в храме не говорил а епископ меня рукоположил что специально и при нем говорил про ходе но еще резьму нас еще не изменилось у нас все как надо груз пришел разгрузили уже там все вчера полустепило известия все разгрузила пришли 5 человек там достаточно машина вплотную подошла оказался это районный центр видимо ну чаще желать то надо нас ждут там второй этаж полностью вам в доме отдаем говорит и продуктов у нас есть средствами сдвинемся дальше господь усмотрит так что это заковыка не наша тут что-то господь хочет сказать что я не знаю я прошу узнать у бога или встречи дополнительно в посольстве я должен побывать или на пути которые сейчас люди будут беседовать об этом показать как мы зависимы сейчас смотрел турчанинова александра временно исполняющий обязанности президента украины как он по воинским частям едет он совершенно не военный как он идет какие пухлые губы и весь он видно что сладкоежка ну говорит там честь отдает как брежнев а так честь отдать не может ну я явно дело что они не путин тот военный он кгбшник его видать он какой сухой подтянутый говорит а этот говорит мямли что-то награждает и но не временный решать то будут на послезавтра они ой там что там показали сегодня все утро смотрю сжигает и станками вертолеты убивают и там ходу никакого нигде нету а нам и не надо я сейчас подумал если мы поедем в анкару заглянуть это столица турции а потом в истамбул а тут подрезали когда знали паспорта я там еще начал беспокоиться визу в центре новосибирска как же нам паспорта как придут к этому времени то как я выехал ее как рисково то мы делаем а а как по-другому другого выхода вообще нету пока не получили немецкую это шенгенской визу в английскую нам еще совать это как раз содействует открыть они там капризничают у нас приглашение там на какой-то выступить и хорошее приглашение это евангельская ну вот сидим мы не молимся машину тренирую риск большой но он стоит того конечно люди то не просто так а у нас единственное что только мадрид остается испания совсем никакого известия нету но может последний момент потому что мы туда поедем уже из англии если все будет нормально как думаем то есть франции там может появиться и адреса и все вообще ничего нету просто мы доезжаем до национальной библиотеки и на этом все продолжаем на португалию у нас нигде никакой заковыки нашей нету никакой нету между нами с полное согласие документы вот эти вот застряли но не наша вина то есть я своей машине мне легче выскочить чем из гостиницы когда там все запружено будет ну тут просто разговор у них правило если я чужой дом иду со своим монастырем то уставом не полезешь мы ничего нигде не сделали такое чтобы от нас зависело шенген открытый главный шенген в англии очень просят такая подготовка но тянут и тянут значит если мы поедем а мы обязательно 27 во вторник выезжаем там и на встречу придет племяне от них оттуда связаться надо с этим посольством а в москву вчера позвонил у знакомым который от отца кирилла сахарова чтобы они пошли и убедили их не посылать больше ничего не надо пусть как хотят делать лишь бы отдали паспорта но отказать нам никаких причин нету и да и зачем бы они документы-то принимали если мы негодные документы не принимаются сняли обещали нас может по телефону задавали это телефона никакого они ответили оттуда разговоров никаких нету разговаривает только с этим эти говорят с нами еще разговаривать мы послали все с ними разговариваете они друг одна друга показали виктор петеримов запрос сделал бывает проследить за почтой здесь ничего не удается сделать показаны этом фокусы какие по по другим посылкам то здесь не проходят здесь сидите и ждите и сказали три недели а вчера открывая говорит у нас большой завал может полтора месяца за полтора места меня шенген кончится они выставляют новые материалы каждый раз новое в германии я точно знал сдал норма две недели через две недели я получил но у нас тут из-за фотографий тоже не наша вина принимавшая она не сказала что фотография должна отличаться той которая была в прошлом году об документы уже вернули потом назад дальше мультивиза напишите заявление все сделали нам дали выдали что мы хотели немцы это точность там вообще а здесь растягивает как хотят и притом немцы возвращает говорит то занимается если не получилось деньги какие я заплатил вернуто здесь не заранее оговариваются деньги не возвращаются и объяснять причины никто не будет но так может что угодно набрать на подряд всех и деньги никому не отдавать мне еще не приходится хотя к молиться вот на на вторник я прошу просто эти дни помолиться если мы во вторник а у них понедельник выходной здесь еще и выходной понедельник чего ради не знаю но вторник мы приедем туда приедем у них стол девятого нету нету значит попытаемся позвонить а там говорят если звонить сначала карту имейте каждая минута стоит вот столько-то там полтора евро или что там сотни с лишним рублей я десять лет ни одного звонка на ранее делу 23 а вчера с москвой переговорил на 150 рублей наговорил сон пропал у меня но как спрашивать что как сказать прийти в посольство это же не игрушка нам заблокировать паспорта чтобы они не высылали суда дадут не дадут визу это на втором месте вот в пути мы разойдемся с паспортами вот это нахлобучка нам нам придется там шенгенскую зону резать тут-то все время будет приходить брать возьмут курьерской почты нам вышли но это же время хоть она никак нельзя у нас время там спокойно сейчас франции пишут там из правникова это она что уже договорились все и люди собираются но надо на троицу на восьмое потому что сама хорош храме народу будет много и они там уже подбирают спрашивают литва там литва начала запрашивать интересно везде священники везде абсолютно одинаково и в англии патриархийная и здесь только одно что скажет этот епископ доходи твоя-то голова ну ладно ты от лапкина спасешься с ней со мной нельзя встречать и допустим лудь паспу то все всех то наполняются православными бывшими там то вы никого не сохраняете а здесь показать тебя они что-то значат как бы я не совратил куда-то ну это рядом а прервал мне сказал брат не туда тянешь при тебе же это все твоя паства до показать какую-то власть до твою паспу то пух и прах разнесли там никого нету пьянь да гордор вань все эти б церкви набились и притом одинаково везде один никита только ответил игумен это из хельсинки то мне все равно что говорят мне человек интересен этот который говорит все они не перед кем не сгибаясь и народу интересно поэтому встреча будет и весь сказ вот это я понимаю ответ у нас бы кто не приехал там баптистом и говистом он не был мы сразу даем ему слово не где-то в собрании не не храме храме говорить нельзя я пока не было рукоположенный щит я в храме не говорил а епископ меня рукоположил что специальные при нем говорил про ходе но еще резьму нас еще не изменилось у нас все как надо груз пришел разгрузили уже там все вчера полустепило известия все разгрузило пришли пять человек там достаточно машина вплотную подошла оказался это районный центр видимо ну еще и что желать то надо нас ждут там второй этаж полностью вам в доме отдаем говорит и продуктов у нас есть средствами сдвинемся дальше господь усмотрит так что это языковыка не наша тут что-то господь хочет сказать что я не знаю я прошу узнать у бога или встречи дополнительно в посольстве я должен побывать или на пути которые сейчас люди будут беседовать об этом показать как мы зависимы сейчас смотрел тучениного александра временно исполняющий обязанности президента украины как он по воинским частям едет он совершенно не военный как он идет какие пухлые губы и весь он видно что сладкоежка ну говорит там счастье отдает как брежнев а так счастье отдать не может ну я явно делаешь не путин тот военный он кгбшник его видать он какой сухой подтянутый говорит а этот говорит мямли что-то награждает и но не временный решать то будут на послезавтра они в этом что там показали сегодня все утро смотрю и сжигает и станками вертолеты убивают и там ходу никакого нигде нету а нам и не надо я сейчас подумал если мы поедем в анкару заглянуть это столица турции а потом в истамбул а тут подрезали когда зале паспорта я там еще начал беспокоиться визовом центре новосибирска а как же нам паспорта как придут к этому времени то как я выехал ее как рисково то мы делаем а а как по другому другого выхода вообще нету пока не получили немецкую эту шенгенскую визу в английскую нам еще совать это как раз содействует открыть они там капризничают у нас приглашение там на какой-то выступить и хорошее приглашение это евангельское ну вот сидим мы не сидим молимся машину тренирует риск большой но он стоит того конечно люди ты не просто так а у нас единственное что только мадрид остается испания совсем никакого известия нету но может последний момент потому что мы туда поедем уже из англии если все будет нормально как думаем то есть франции там может появиться и адреса и все вообще ничего нету просто мы доезжаем до национальной библиотеки и на этом все продолжаем на португалию у нас и нигде никакой заковыки нашей нету никакой нету между нами с полное согласие документы вот эти вот застряли ну не наша вина настроение хорошая машина он вчера я дежурил больше часа наверно во дворе ждал николая с машина но угнал и там надо что по мелочи проверено отцентрованная там прошли эту геометрию что там по колесам двигатель все все проверили заменили масло везде ну и ты едете принципе что там там дороги хорошие люди погода хорошая ничего и настроение хорошее здоровье хорошее и молимся и препятствия внутренних нету нету мы просто едем с радостью так что как в прошлом году один пришел вот видите вы на фоне не побывали вас божья матерь не допустила а насчете божья матерь то по утрам обедает с тобой что ли тебе сплетни собирает отход у нас что божья матерь это не угодно ну давай первую очередь другие то ездят ну да но я монах или нет и ты спроси я то хочу туда или нет ты меня не спросил и сосватал я туда и не хотел и там делать мне еще разговаривать не с кем там который мой брат таким был они молчат не за обедом не после обеда не в дороге нигде не за а мне зачем они нужны и только для того чтобы встретиться на проходной и подарить книги да еще нельзя освещение с ними сделают подарить хотя бы новый завет там симфонию она может и век не нужно у него настрой другой а то божья матерь не допустила она еще если я иду допустила тогда что больше матерь знакомства завел я каждый день и молюсь вот решает уже заранее допустил бог не допустил тебя мысль добрый бог не допустил мозги и вот это я вижу хорошо когда научиться во всем видеть промыслительность божию которая не на один день и намного дальше но это чисто монашеский чисто афонские такие выводы куда человек может быть даже и был там и он такой нигде никогда не баллы еще не надо ему я слышал заповедь божия идите проповедовать и да почему сидишь дома дома то ты сидишь на пенсии сейчас чем занимаешься сестру думал обратить она судима за убийство было после этого так это не годится с учительностью вместе были и убили а он сапожник он ремонтирует и не знаешь что с убитой туфли то ремонтируют и дальше ее дочь вырастает теперь все силы ты бросил на дочь ей на нее работаешь она кто она с уголовником и дальше сама получила срок и сидит второе неудачно тебя пример третье это уже внучка сейчас и она опять же выходит за уголовника который освободился рожает дитя ему давай все он водится сидит ребенок маленький соски кормят на тебя летим заниматься то или еще ты зам не женился тебе охота женским полом возиться да я сижу с младенцем она где она гуляет в это время и для этого ты жизнь прожил еще наряжал их под монашество они ясно дело что они благовестник и евангелие это не на первом месте а тут еще стал наши копать то мать у него умерла а моя мама вот стою у батюшки на колеса моя мама она здесь как здесь я не вижу даже еще ради у него классы языческое представление то все а что упрямство это просто по примеру сказать кому даже рассмотреть что бог повелевает я конкретно говорю сейчас коснулась тут на в интернете заходит вы верите что бог будет судить вот на днях только с одним разговаривал последние запись которая у меня была вот чабан чабан если судить бог будет по библии то все вопросы отпадают и мне все эти решения дамаскины то они на 105 месте не могут быть откуда вы решили что бог будет судить по яну дамаскину они по не по библии слова которые я говорил она будет судить мне это оказалось достаточно 52 год я на этом живу я сразу понял маршрут надо менять программа заряжается другая прежде стирается слова его все вот в него я вгоняю по нему меня судите где я свернул где ушел я сразу стану на колени но ни один нигде ни один архиерей никто как огня боятся на тишину даже следую если следует писание мы часто встречаемся с противоречиями то есть и где должен на подсказать дух святой подсказать должен как вот не ошибиться как не ошибиться то ты не один я показываю четыре вопроса которые ты должен ставить первый вопрос что ты ищешь временного или вечного небесного или земного ответить то можно все равно вот и хочешь сейчас быть здоровым стать и пойти и гулять прыгать нырять но что в этом ты ищешь то ну ладно просидел ты вчера день на берегу поза вчера неделю год ты ничего бы не сделал то что ты сейчас сделал ты являешься примером мужества для может миллионов людей какой-то твучечник без рук без ног так он без рук без ног везде бывает выступают от это больше того ты лежишь и лежишь и тебя надо лечить от пролежней а у него то этого нет он все делает ныряет купается борется выступает и еще откроется перед богом это что страшнее важнее который родился парализован он знать не знают радости этой жизни друг полностью все потерять это тоже надо учитывать потому его плотским умом доходим до этого бога то там другой еще еще на как на твою болезнь влияет родственники друзья как ты на это реагируешь как ты шлифуешь свой характер тебя по-другому нельзя исправить было как только заключить связать и положить и так начиная рассуждать и бог нашел тебе те таланты которые только на спине будешь отрабатывать и все а я не согласен ну и дуйся не согласен пока не лопнешь а когда согласен у тебя всегда радостная вот сейчас пришла мне одна у нее неприятность такая муж ушел там ну она не наше общество но хорошая женщина и она расположена прям не знаю как а ей прислали материал я могу вам показать исследование идут перспективная такая персона вот успешная женщина и что за этим есть но мир то двигают не движет не успешная а милостливая сострадательная это самые счастливые люди я сразу говорю такой мне материал то зачем дали этот вы знаете что я самый счастливый это разные разные люди там профессора и какие только нету в интернете на меня выходят и другими делятся мы более счастливого не встречали человека меня считаю счастливым пугало огородная а почему а я нашел у чернышевского счастья тем больше чем большему чисто людей ты приносишь счастье она от этого увеличивается вот и все и ответ простой но так вот вернемся противоречиям я с людьми участвую сейчас говорю опять же по библии о десяти не там вот и вот такие вот у людей противоречия уже взялся историю взялся исследовать что десятина всегда во все времена была ее отменили времена революции а сталин уже добил ее дистину простите простите почему в киеве первую церковь который строил князь димир назвал 10 до еще доказывает то что монахи это все-таки донесли откуда он язычник знал бы это он не знал это он взял то откуда первые 100 катета откуда взяли но слова десятина ты посмотри где она у безбожников понятия никакого нет я первый раз когда прочитала посте великий пост у нас перед пасхой ян златоуст говорит ой-ой-ой думаю надо же я же это слава знаю десятину могут потребовать сколько дней 365 а половина десятина ну 36 запятую поста 36 с половиной а что 36 а вот 7 недель в каждой неделе постных 5 дней 5 а суббота воскресенье разрешается масло 7 и 5 35 одна суббота говорит во всем году пост на плюс перед пасхой 36 и полсуток как раз хрисовство скрыт три шесть с половиной бога требую десятину ой-ой-ой-ой вот это точно опровергать как когда-то действительно так тридцать шесть с половиной дней постных великом посту десятилу бог затребовал она случайно на слишком уж случайно то даже до половинки ровно вот раньше люди платили поголовно и стину и притом они писание совершенно не знали но они шли отдавали как сегодня вот налоги государства платят люди как раньше десятина платили общую сейчас в людях не умещается вот эта десятина вот почему отец очень легко рассудить потому что люди эти захожане даже не прихожане и с них он взять никогда не сможете какой десятина и разговаривать даже не будет поэтому купли торговля я тебе ты мне и поэтому ему надо сделать как можно дешевле продать как можно дороже и поэтому накручивается две с половиной на до 1000 процентов детальки со свечки а потом я перепропадают еще несколько раз жульё 1 10 на устранили и и дальше в полгло все остальное в полгло то что бог единственный раз за всю земную жизнь порол бищом за то что нет десятина то там нет про десятина а торговля-то откуда-то десятина нету а действительно была торговля то и она и не нужна потому что десятина 10 человек если тебя в общине уже все те про кормят ну ты один из них тебе полная десятина будет и что интересно 11 платят 11 колен оливийное колено то когда бог делил землю всем дал оливийную колену не давних и не гитара а почему а вы распахите сердца людей вы там засевайте словом божьим левийную колен в бог не дал а теперь 11 колен дают допустим по десятке сотни всем поэтому всех остается 90 а у него 11 если у всех-то по сотне было бактад а дальше и отдавайте левит десятину с десятина он то должен тоже отдать как все вымерено с какой точности зачем бы так много десяти не говорила и проклятием вы прокляты вы обкрадываете меня в каком момент это проклятие ушло никогда его никто не снимал нигде но почему вы решили да потому что бог его взял полную сотню продавали менее к ногам апостола положили почему ты нигде не поминаешься покажи мне сегодня кто продал свою там машину и или дачу и альдегарх какой хотя бы десятину отдайте почему никогда не говорят оливе нет авито 18 я платил всегда три десятина и говорит на что они шли откроет авито 18 вот и все все сокрыто поэтому проклятая торговля это замена десятина и поэтому если сегодня десятина что он возьмет бабах то какая там десятина он осветил пошел крещение там все деньги везде идет мама на царствует и поэтому это торговая . во имя покрова божия верте прозбойников во имя святителя никола маленько переименовать надо это храмы а то храм во имя царственных мучеников верте прозбойников во имя царственных мучеников так называете как господь назвал храмом наши места где мы молимся христос не называл он назвал верте прозбойников при наличии торговли но апостол павел когда рассказала доброходном подаяние что он имел ввиду добровольная добровольно доброходно отдающего но это это у десятина же здесь не учитывал иди за собой десятина а это иерусалима для иерусалима он собирал то и поэтому люди жертвовали не десятину продавали что могли потому что главное мне наказали 1 одно условие чтобы я помнил нищих а дальше поймаем пояснять нищих в иерусалиме и в иудее не просто нищих я старался это выполнить ахая приготовлена с прошлого года то они уже собрали деньги деньги лежат приходи бери а будет много денег собрано и я пойду с ними чтобы не стыдно было я не знаю чем торгуются то ты для бога делаешь и для кого или для папа разговор то идет от а мамонию не можете служить богу и мамонии поэтому служение вашем амонии вы мамону выяснили храм теперь я тебе ты мне все за деньги это все симония грех который исторгает и сама священника епископа и патриарха от один из самых страшных грехов симония вообще беспрекословно сам снимается они все симонисты это последователь волхва в этом вопросе симона и они еще смеют говорить там где десятина они даже падать и молиться святая десятина а то и спросить сегодня которые ходят храм кто не работает воскресенье совсем не работает знаю что он посвящен другим делам ты увидишь как многие работают тогло график скользящий агру куда скользящий только не говорите ват господь за ты посмотри 10 10 заповеди бог дает исход 20 глава не прелюбодействуй одно слово не убей а когда говорит субботе вот такой пакет посчитай слова сколько там все остальные 10 западе войдут как ее надо исполнять кто и волк а быки даже заботится и раб и раба и машина и колеса вся должна отдыхать а зачем это а бог отменил ее вот она покажите где отменил это ветхозаветнее было тенью будущих благ и указывал на покой который мы обретаем во христе когда он воскреснет на воскресенье иначе она не смысла не имеют смысл субботе и но еще есть субботство для народа божия покой где мы пришли покой во христе ты открывай все места писания ведите к рогам жертвы к жертву вяжите верными сей день сотворил господь и же сотвори возрадуемся ввеселимся вон и где 117 столом 24 стих какой день возрадуемся вяжите верными жертву ты слышали нет христос связанный то а где он ну куда он 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 трудится субботу преисподней пропадает а воскресенье покой наступил он воскрес женщина когда рождает терпит скорбь но когда родить не помнит себя от радости когда я родился этот мир церковь где родилась воскресенье христовом голгофа это один момент она не разрыв ноги голгофа там и воскресенье и что ну ничего то что радость радость великая радость и эти дни посвящается посещению нищих занятия богослужению по 1 на луна природа делам которые ты в обыкновенные дни и гордине не делаешь не делаешь тоже в обыкновенные дни это заповедь и они поэтому трясутся когда видят это против десяти на бою и только вор вор он вор давно и он закрепший ахализа хрящ и такой твердо из него влага смирение всего улетучилось это грязь превратилась в камень это толкование бессариона епископа вот и все я в интернете часто встречаю проповеди где священники так вот затрагиваются на 10 но говорят и сетине но прям с такой робостью с какой-то стыдом с каким-то со стеснением что их осудят там боятся говорить только поэтому это боязнь а почему я не боюсь об этом говорите сетине потому что они знают что диссину собирают для себя в карман и теперь будет драть и прощание боятся говорится а если он живет и лишнее отдает его видят перебивайте дети учатся нормально чтобы жил то почему он должен бедным то быть священник беднее меня в стороне будет мы радуйся в боге он боится только поэтому и притом знаешь что платить не будут а у него доход 95 процентов с неверующих которые приходят захожане освещение офисов там везде 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 это все у него платно все который не платно таких я не знаю даже одно мне священник один говорит а вы знаете хоть одного епископа я думаю что такое за епископами чтобы я не знал то думаю встречать который когда едет допустим на посещение едет по епархии чтобы он не делал побор обдирает полностью к голу не еще священник один продал даже что у него было все продал чтобы только заплатить он иначе сниму тебя не где-то в алтайской епархии священник это живой отец павел ермоленко я называю камень на обе алтайский край я говорю я знаю и что когда он приезжает и покормили и все ну да и совсем не требует денег нет интересно а кто такой я говорю их тихий курочкин богоявленский собор город решим тюменская область сейчас он на покое у нас он был более тринадцати лет епископом у него носки даже рваные да вернее сказать нет на скоп он без на без носков выбросил их вот и все он с нами вместе я пошел по силам со мной пасет мы целый день на соломе валяемся а было крепко заела и он грозился там батюшку запретить меня отлучить за что за материал о проповеди а войне что не 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 воевать а русском слове к истинному православии там все у меня написано что за русский язык я потом успокоился сам давай переводить там один пишет черкасов георгий писатель а он как бы каком-то колени там четвертом не даже родственник по через сестру там как же так лапки нам удалось сломать то епископа то пересвести на свою сторону такой вопрос по которому епископы не двигаются он полностью за русский язык и на этом акафисты переводить на русский язык молитва при том когда он сказал чтобы три года нигде не выступали за русский язык то 23 мая сказал мы поклонились благодарим владыка и на три года мы замолчали когда она не нападает я молчу почему не отвечаете обет молчания как только 23 мая через три года пришло мы сразу флаг выбросили и флаг не белый российский божественный владыка три года кончилось мы делали запрос запрос в синод и везде все склинули на вас и поэтому мы у нас служба идет на церковнославянском языке но вы видели где наше богослужение это но где библейская не поется при том если поется библейская у нас тоже по церковнославянски мы же идем самым щадящим способом как раз то по экономии мы только библейская только ветхозаветное чтение по риме евангелия и вот а где поется там благослови душа моя господа или когда поются блаженные нищие духом это все по-славянски то есть нигде даже не заметно и когда приезжают все служили священники патриархии на у нас то они даже и не заметили прокатились а здорово как у вас понятно то но это я одно а вы боитесь я сказал я знаю такого епископа но батюшка его же не оставляет голодным батюшка едет ему отвезет что надо и и продуктов и всего и деньги вот и все не знает такого епископа нам бог такого дал но сейчас сейчас делают как благощиной городе ишиме богоявленский храм коркинская кажется 42 или 52 составляет прайс-листы за требует цены цены и вот и оправдывает это как на это вообще смотреть как на безумие как на лихаимство а то теперь они не берут а написано добровольная жертва за крещение 340 рублей добровольная жертва она потому и добровольная что нет ограничения я могу давать могу не давать могу копеечку положить и сказать разделите на двоих что ты еще отвечать зачем вот они на тебя нападают вот у меня другой раз и говорит они напали там а как отвечать я в первую 411 вопрос стоит ли отвечать вот ко мне приходят вопросы там если вы на форуме то бываете видите вопросы которые задают игнатия тихо ночи на которые люди ждут ответа там тысячи я не на все отвечаю бывает я вижу он городе керанду и отвечать ему не счета полемик и один раз ответил он снова я отвечаю не искушайся у меня один священник стал спрашивать а дух святой живет нет в мощах или христос живет мощах я могу не искушайся батюшка не скучайся вопрос решен я тебе сказал что я чту больше я их чту и чем я хочу чтобы над ними не издевались не резали не комсали не фаршировали а выполнили по оберению больше про то что не то что почитайте я одному показывал видео я говорю смотри он икону с мощами целует да я целую где приехали мощевики там иконы везде а везде прикладе поклоняюсь и посчитаю но в душе скорблю что над ними издеваются нигде не в одном месте христос не сказал бы капать мертвых а сказал мертвым оставьте хоронить мертвецов которые хоронят это уже мертвецы это еще даже неизвестно как я когда был в тюрьме меня спрашивает а вы уголовный кодек знаете в у нас читал а к 505 знаете уголовная статья евро такой нету нету она есть я бы какая когда людоед съедает людоеда любое пире заседает на то же ради смеха голове-то маленько наведи порядок ревизию проведи поскобли маленько прежде чем кого-то у наставлять себя проскреби как солженицын говорит по хребту то маленько проскреби себя поцарапайся а рассудом зато говорит никто не знает где у меня зудиться как я сам я беру то мирское но а он протестант а почему а он горит лютером пользуется игра где спросил а вы ссылались на ее ну покажи где ссылался на него не может показать но я тебе скажу лютер сказал в мире есть одна книга библии одна личность христос ты не согласен я эту фразу и привел лютера а он лютеранин балда в башке но хорошо сказала очень сжато не жили лютер могу одобрять что монах и женился на монашке шесть детей нажил что он отпал от церкви увлек заблуждение такой но он перевел на понятно немецкий язык это же дело так они чтут его как не знаю какого праведника ветеранин это только за это и сегодня сколько не переводят а перевод лучше его не могут сделать как он же имса перевод короля джимс это у него на переводила при нем переводят теперь на английский язык разные как сейчас лучше синодального то никто не переведет а то бог открыл и на этом все а вы то обсудите как будто знаете я знаю людей которые на этом языке обратились богу и на нем продолжает пища . сколько сейчас не издают новых заветов на русском языке патриархия и 신о нужно только на этом на руб Baužем только они немного наeb journalsах для революционная только синодальная сектор теперь издает только синодальная католики переиздали библию грец triple крс ска только синодальная лопухин а только я надо еще еще доказыв allergies его умничаешь ты легко раз пошло сестра дали потому что его не знаешь и не помнишь а если я его знает эти rice попробуем не изменить что-то перевести как на машине кто привет привык там это правое движение теперь левое ему сделал еще один получится на первом породе попадет под машину я потому и ценю его что я через него обратился еще в атеистической литературе к нему привык к этому языку вот так мы собираемся и собираемся с духом я хожу и молюсь господи что сказать там то там то главное сейчас вырвать паспорта я прямо говорю господи верни нам документы через этого и покажи почему это так они хотя они выходят из этого графика только сегодня я уже заранее бью тревогу потому что дальше выходные и понедельник выходной и нам уже разбираться некогда поэтому я сейчас прорабатываю все варианты чтобы мы могли получить главный момент опасный когда они высылают а мы в это время выехали и поэтому я сейчас блокировать пытаюсь через москву и здесь подготавливаю все никто этим не занимается мне приходится николай занят никто ручится но и пасеньки шапка где же они по какому они адресу там находится посольство посмотреть надо даже сейчас я не назову смоленский кот в москве только в москве но я не знаю куда отослали поэтому я узнавать то узнаю но должен дословно узнать здесь может быть они в консульство отсылают везде мне говорится о посольстве но утверждать не могу поэтому я отложил всякие движения звонки до встречи визовой службы города новосибирска по великобритании я думаю это правильно еще стучаться когда не знаешь мы у нас узнали где в другом сибирска 57 теперь туда так что все это у них подвижно меняется все я узнаю там уже точно у них у меня адреса все записаны я свою папку на и держу так что одна искать то легко это я работаю по пятнадцатому году сейчас все 14 для меня тоже год такой который как бы решенной книги ушли а если паспорта не отдадут сразу начинаем работать по северу по югу первым делом я загружаюсь сейчас и сразу начинаю к югу это вот если как у нас намечались и первое это вы у вас остановка тут мы насладимся встречей и дальше я еду шахты а там уже марьясов на пути где-то встречать будет ну а дальше уже выставили нам как ехать куда ну паспорта нету и поэтому если мы будем там ходить а паспорт придет кое-что потеряем там два-три дня но два-три дня то я где-то сокращу англия там надеется 5 дней на я еще не знаю эти дни входят или не входят шенген то где там встречается там я че там буду сидеть одна встреча библиотека я до свидания я не претендую ни на храма ни на что начинает надо священники решили там вот говорят тогда отойдите от них а вот католики хотели бы с вами встретиться мета разницы и какой нету я смотрю на человека католике я нахожу хорошее везде а вы у себя не видите сейчас у меня на форуме я почему говорю у меня потому что свяжу за этим вот они сцепились а канонизации сталина и гитлера там уже забыли про гитлера уже другой и вижу что которые доказывают он верит хилиазм тысячелетнее царство будет когда-то не верю что она началась на голгофе а это доказать течение полчаса я полностью выведу на сто процентов почему учение церкви учение андрея кисариха подокисского и в откровении и она не противоречит ни одному месту писания здесь сначала праведники за тысячи лет это я знаю откуда-то учения на давнишние и когда говоришь человеку они не понимать я должен да а он спорит не надо тебе возвесил и все а я вот не согласен но это твой выбор я тебе сказал я отдал все больше я ничего не могу сказать как исаак ньютон сказал гипотез не сочиняю я не сочиняю нигде а где вы увидели это в каком томе у златоуста показал один раз теперь спрашивает а где это у василия велико теперь сам еще отвечаю только на один вопрос потому что ты у меня не один мой вы какой год я вот так вас узнал вот такую теорию о царстве тысячелетним а раньше я тоже думал что после суда начнут в царстве после суда очень просто прямая линия мировая история 2000 лет назад голгофа воскресенье это один пункт и вот здесь начинается тысячелетнее царство но как узнать где она ягра вы считали откровение 20 глава 4 стих и сковал сатану на тысячу лет ну да да хоть давай теперь рассуждать сковал на тысячу лет мы не знаем когда тысячи лет кончится но сковал именно в момент когда сковал и началось тысячелетнее царство с этим согласно ну так написано ну теперь давайте мы о тысячелетнем царстве ни в одном месте библии не написано больше нигде поэтому ссылаться на что тысячелетнее нету больше в библии ни одного места а что сковал связал согласно что сковал и связал одно и то же ну да во всех языках там связал ну так вот теперь надо узнать когда он связала раз связал значит можно говорили что подписал ты распишись что где связал там тысячелетнее царство связал на тысячи лет что тут доказывать когда начало тысячелетия момент связывания а где послание святого апостола павла кевреем 2 14 как дети причастны плоти и крови мы мы то и он иисус воспринял от кого девы марии он и такие же кровь и плоть точно так же был у него зачем дабы дабы смертью своей лишить силы имеющую державу смерти то есть дьявола да где он решил смеет силы на голгофе где смерть и смерть и смерть поправ а он кто владыка смерти имеющая державу смерти ты считал считал а теперь когда мы считаем 16 глава матфея как может расхитить вещи сильно если прежде не свяжет его христос сходил преисподнюю да на земле расхитил да когда он расхитил ухода умер освободил так он связал или нет да как ажа сатана воины гитлер а ты закрой глаза ты бери сначала научись понимать сатана имеет вас на теме которые подходят к нему а зачем ты можешь избавить от лукавого если он не избавляет так избавляет или нет а я все время молюсь начал все время избавляет 16 20 римлянами сокрушить сатану под ноги ваших сокрушает или нет в этом места все писания говорят о том а почему да потому что вы воскрешаете сначала праведников за тысячу лет тысячелетний царство грешники потом будет общее воскресение а это антибиблейская все воскреснут праведники воскреснуть и за тысячу лет до последнего дня а в последний день этих мест только евангелия от и она 6 мест писания и я воскрешу его последний день то есть плотина человеческого будет иметь жизнь я вас решила последний день кого воскресит то причащается последний какой за последним ним что ну последний но последний рубль последняя капля воды выпил последний день в году календаря ну слово последней ты не знаешь и не знаешь а теперь оставьте россии вместе даже от твою плеела пшеница до жатвы и И потом скажу, выберите плевел. Плевел, а вы пшеницу выбрали за тысячу лет раньше. А Господь говорит, оставьте. Вы противники Евангелия. Антихриста настоящая. До жатвы. И как, говорит, невод заброшенный, подтаскивает к берегу, так будет в последние дни. Вот так Господь и подтянет невод. Атомная война там что? Вообще непонятно-то. Нигде по-другому в Евангелии этого нет. Нигде. А тысяча лет смущает это. А почему ты, когда считаешь, живые помощи не... Говорит, падут по тебе тысячи и десять тысяч. А если одиннадцать тысяч уже не падут? Почему ты не привас? И в тысячу родов, говорит, благословение. Да где тысяча родов-то? Ты посчитай, если за 20 лет брать один род, это 20 тысяч, а и семь с половиной всего прошло. Еще третью часть не прожили? Понятно, что мир уже подошел к концу. Но тысяча означает много, много. Много. И это много. У Бога так, именно так. Смысл-то тебе понятен теперь уже. Еще доказать. Еще полчаса не прошло, все стало. Ну давай, вопрос. Ну а как же наши братья? Да и какие братья-то? Разбойники? Это их слушаешь. Кого-то братья. Братья должны по Евангелии есть. Вот это братья. Ты если веруешь, я тебе сказал, в тебе все это должно войти. Почему? Библия. Полкование святых отцов. А церковь понимала когда-нибудь иначе? Никогда. А какие же вы православные? Бурович и что попало? Это православное учение. Ты открой. Ефрема Сирина на эту тему. Иринея Леонского. Ирапольского папия. Ну а до того, как Христос связался, то какая у него власть была? Полная. Полная, Златоуст говорит. Весь мир поклонялся и дал поклонство было. И принося жертвы идолам, они приносят бесам. Златоуст говорит. Павел говорит, бесам. А теперь, а теперь капища рушатся. Теперь выступило воинство Господне. Избранные Божьи. Сосуды Духа Святого. Ибо ни одного на них еще он не сходил, говорит. Сходил. И теперь, как дам власть наступать на силу вражий, дам власть Христос, говорит. Значит, она еще не была дана. Но он говорил, говорит. Дам власть на смесь скорпионов наступать. И теперь, теперь победа будет за вами. Была власть, да. Была Русь, а где пришла? Ну, мы считаем. И Иоанн Златоуст это подробно описывает. Как весь мир был принял сатаной. И как с воскресением Христовым наступила новая победа над дьяволом. И он ничего не может сделать. Считающий житие, как Киприяна Карфагенского и Устины. Какой был колдун номер один во всем мире. Это не Кешпировский. И Бог его избавил. Ну да. Мы же, мы понимаем так вот превратно о том, как связал Христос. Нам кажется, если связать, так уж по полной программе, чтобы освободить человека от искушений. А тут же совершенно другое. Связан означает не имеет силы. Силы. Он не может. О девственности разговора не было в Ветхом Завете. А в Новом Завете, говорит, их тысячи девственников. И побеждает, и давит дьявола по самому трудному вопросу. Вопрос половой. Как Фрейд говорит. Надо маленько смотреть в Писании. И оставьте, расти, когда они говорят, давайте мы выберем плевелы. Они не хотели сначала пшеницу. А хелиазм, то есть вера в тысячелетнее царство. Сначала Бог воскресит праведников, и тысячелетнее царство наступит. Слышно, говорит, бургурой ведь. Это когда написано, оставьте, расти вместе до жатвы. И в последний день я вам скажу, в последний. А что тут такое пшеница? Праведники. А плевелы? Грешники. Так вначале плевелы выберите. У вас все перевернулось вот так. Вначале плевелы. А вы пшеницу сначала берете. Что договорить-то? В последний день. А вы за тысячу лет, а в каждом году 365 дней умножить на тысячу. Вы ошиблись 365 тысяч дней. Немножко. Что? Непонятно-то. Мне, я не настаиваю на своем-то, но Евангелие, если это выбросят, тогда вы правы будете. Не путайте. Это я говорю противникам своим, не вам. Интересно мне один, я беседовал во Фрунзе, на дому у брата, и там были бабкисты, хорошие, заделенных. Но я это сказал, возражать ни один не может. Ну как же так, у нас такие братья, вот они в узах сидят, но они также понимают, вот что тысячелетнее царство. Ну что, узы братьев, не церковных, превышают слова святых апостолов, Духа Святого. И он тоже сидел там, один был против. Но уехал в Америку, они все уехали туда. И он где-то поехал, и какое-то место такое пустынное, и он застрял. Застрял, или там поломка была, сейчас не могу сказать, горючее вышло. И он кого-то там отправил, а сам остался. Остался-то не на один день далеко. И он, говорит, ходил и все, размышлял, и пришел на память, что Игнатий говорил. И я подумал, да как же мы проповедуем, что тысячелетнее царство-то. Так это же вместе должно быть. Вместе воскреснуться. И он там, сидя на машине, там обратился. Там, в Америке, один. Вот где семя, в границе Параонове лежало. А теперь его нашли, посадили, дали влаге, оно возросло. Вот где. А не так, что, а ты говорил, никто не обратился. Не знаю. Не знаю. Вот мои пленки, которые раскатились, они все еще дают плоды. Новые люди приходят. А это было давно-давно. А все, нынче какой-то год особый. Сколько руководителей сектантов пришли, стали православными, и затребовали полный комплект к ним. За все заплатили. У харизматов, притом, что удивительно это. Десять лет был там пресвитером, ну, уже пресвитером. Я книги выслал, он сразу рассчитался, предварительно. И все это только я нашел на ваш форум. Зашел на форум, увидал, слушал. Я каждый день слушаю. Вот этот Юрий, про это вы говорите, от Соболев, из Красноярска-то. Я говорю, там все проповеди, которые на аудио, я их все слушаю. Только подумай о чем-то. Где же, знаете, по порядку проповедь открываю, вы как раз про это говорите. И меня, говорит, все время это прямо сражает. Вот только что бы у меня не было. Я сразу обращаюсь к вам, и вы прямо на это отвечаете. Я говорю, это все подмещают. И на занятиях в университете, и здесь. Это моего там нет, я даже не знал, что вы слушали. Но я сейчас как раз говорю и про это. И слышу вдруг, говорит отец Геннадий на занятиях, но у вас более компактно, более, это, ну, никаких компромиссов нет. Ну, он грамотно, а я-то невежда. Поэтому... Поэтому... У меня рубленое все, как у Феофана Затворника. Я сказал, на этом все. С цельсоронного красноречия мне не свойственно. Когда надо, я могу такой рекой развиться, ты не узнаешь, кто перед тобой. Геннадий Тихонович, ну, у баптистов все же учения от православных. Да. Кроме... Что они утверждают сейчас обратное, что они говорят, ну, и выговорят баптисты, говорят настоящие, вам бы отказаться от мощей, да, от иконы, выговорите баптистами. Да, да. А вот это, это все это, что он даже верит, если говорит, там, тысячелетное царство, оно расхолаживает. Они говорят, церковь не будет страдать. Вот опасность только в этом. Они будут страдать, допустим, сказали, зимы больше в Сибири не будет. Я ни окна не замазал, ни дров не заготовил, а зима-то придет. Что со мной будет? Я же живу-то не в юге, не в папуасами. А вот когда говорим, что зима будет, и будет суровая по 50 градусов, а она будет только 30. Ну, я теперь двойные окна, тройные вставил, я ничего не потерял. И когда говорят, что церковь будет на земле, а они, говорят, будет восхищенно, то они потеряли все, а мы ничего не теряем. Наоборот, мы людей подготавливаем, пищать будут ставить, держись, крепись, не сдавайся, умри с голода, пытать будут. А они говорят, нет, ничего, мы вознесемся, и не надо готовиться. Вот и все. А у них же оказывается вера такая, что они думают, после смерти человек впадает, такой сон впадает до суда, спит человек, они же так верят. Проспали все, брат. Они так думают, пускай они так думают. Они так думают. Отвечай, открой, 5 глава, 6 стих Откровения. Я увидел души жертвенников, поджертвенников, которые вопияли. Вопияли дальше слова. Так, доколе, владыка, святые истины, не мстишь за кровь нашу. То есть они знают, что на земле еще не отомщенная кровь их, кого НКВД расстреливали. Они знают. Поэтому мы им и молимся, что они знают. А они говорят, ну и говорят, ну и пусть говорят, я отвечу только, что Писание. Заблуждайтесь, не знание, не Писание, не силы Божьей, Матфея 22, 29. Не знайте Писание. А сила Божия в том, что у Бога все живы. Живы. Мы приступили к духам праведников, 12 глава, к евреям, достигшим совершенства. Они достигли. Притом, праведников везде написано. В родительном падеже души, которые от праведников. А сами они, тело, прахка идет в землю, откуда взят. Это Экхристиан говорит, а дух идет к Богу, который дал его. Ну, это речь о смерти уже идет. Экхристиан, то есть Соломон это знал. Ну, у них был шоол понятия. А теперь они живы, и мы считаем в откровении, они воспевают 24 старца, поют песни, снимают венцы, в руках у них гусли. Это все до страшного суда. Что тебе показывает-то? А 24? 24 это 12 апостолов, 12 права. Пророков. Это все разъяснено и просто. Надо смирение иметь. Смирение доводить до совершенства. Так Господь сделал. А если Господь тебе не помощник, ты назови, кому ты поклоняешься. Чтобы я знал, с кем разговариваю. С ними можно. Баптисты это почти православные, но они не в церкви. Нет рукоположенного пастырства. Один пункт. Только один. Ни два, ни три. Но так как на этом они захрясли. Притом, я говорю, возьмите своих старших пресвитеров, они их называют теперь начальными епископами, до этого никогда не называли. Старший пресвитер. Ну и не нравится православные, не нравятся католики. Ну за это инквизиция, там у них Григоряна Армена, а так называется апостолическая, а у них за ними этого нет. Ну пойдите и к ним. Пусть ваших старших этих тресвитеров трех хотя бы рукоположат. А вы заново всех перерукоположите, и все, вопрос кончен. Все. Не идут. А раз они не идут, отсюда я делаю вывод. Это самое больное место, где сатана заблокировал. Везде успех. Но они идут, вот я вот думаю, такая причина, что они неправильно понимают само причастие. Они считают причастие за символ какой-то, символичное действие. Ну а раз то непонятие от церкви рукоположения, то это и правильно, но ничего и нету. Они рассуждают о своем, а не о нашем причастии. У нас, который ушел от них, военный следователь у баптистов был. Он говорит, я вот считаю, он со мной уже беседовал, я ему златуусы давал считать. Часто он священником стал, следователь КГБ. И он в собрании-то сидит, а по-баптистски-то верил. Отец-то у него был пресвитером баптистским. А он уже все принял православное. Встал и пресвитеру говорит. Ну а как же написано, кто не ест плоти, сына человеческого. Не говорится, что символ, подобие. Это реальность. Ну если вы считаете, так это так только у православных. Он говорит, благодарю, встал и жене говорит, Наташа, пошли. А он показал рукой пресвитера на Покровский собор, он недалеко, рядом. А это было на Радище 67. Это сказал Толстенко Василий Федорович. Я не скрываю это, потому что я говорю, вот ты придумаешь один советский товарищ. Я тебе говорю, в городе Тайшетке из Курской области служит. Познакомься с ним. С ним говорит-то он. У него так и сохранилось. Военная дисциплина. У меня в интернете выставлено, у него беседуем на дому. Он интересный, когда были у него первый раз. Вот вы все снимаете, но до того я не хочу, это он снимает. Ну снимок один сделать прям вопрос, а уже на видео он вообще нет. Но вот мы доехали до Владивостока, обратно едем, обратно. Он весь народ, который мог, собрал к себе, и уже стоят на треножнике, все фотографируют, уже специалисты. Он разумно. Я говорю, ты для всех это сделаешь беседу. Мы раздвинем стены. Понятно. Вот и все. Это пример для нас. Пример. Да когда меня на дому еще обыскивали, мы увидели его там фотографию. Он постучал там. Было Никулин Юрий Михайлович. Подполковник еще был он в КГБ. Какого человека вы погубили у нас? На него погубили. Так он же живой. Живой. Примерный сотрудник был. Дисциплина. А потом посидел. Вот вам вы только у нас и работаете, Игнат Игнатьевич. Такой порядок во всем. Вы все это... Какую бы вы пользу нашим органам принесли? Я говорю, да я и так приношу. На мне работаете. Вот такие звезды получили. У меня Беденко был, Александр Семенович. Он был майор. Он стал генерал-майором в охране Бориса Николаевича Ельцина. Там целое отдело работали. КГБ должны меня в списках проводить своих. Хотя бы ползарплаты давать пенсионеру. Нет, но вот они работали... А что вообще суд, к примеру, был обвинительный факт? Что бы там было вообще? Какие обвинения? У меня обвинение в чем? Да. Ахиапеллах Гулаг подделал. И брал репрессированных интервью. И написал два стихотворения про Ленина. Стоит свой рот ощерев. Поменет у птиц, подставив голый череп. Вождь атеистов сонный щей иуд. А следователь написал, нужно чаще мыть памятники. Следователь ремарку сделал. Вот так. Ну вот такое дело. Но посадили меня, когда он ушел на пенсию. Он мне потом сказал, согласитесь, Игнатий Тихонович, что долларов у нас у вас хватает. Я когда узнал, что вас посадили, я пришел, а он уже на пенсии был, и сказал, что вы делаете? Да какой же он вред-то принес? Ну, а им надо было показать, что работают. Они работают. И как? Статья 193 УК РССР. Распространение заведомо ложных измышлений порощих общественно-государственных строй. И дальше целый реестр. Что я говорил, в России с революцией было гонение на церковь, на верующих. А они пишут, никогда не было. Я говорю, было раскулащено, никогда не было. То есть, если я в это верил, то судить нельзя. И они говорят, Лапкин распространял веру о гонениях, заранее зная, что их не было. Откуда ты знаешь, что я знал-то? Почему? А подвести под статью. Статья-то правильная была. Заведомо ложных. То есть, я говорю, нет, я выдумаю и распространяю. Зато судить надо. Но я-то верю в это, что было гонение-то. У меня же дело мое, оно на руках, оно выставлено. Для слова Божия нет уз. У вас книга есть. А там как раз как суд-то шел. Вот кто распространял. Был интервью, там Мария, Лампин. Вот сейчас Валентина Павловна умерла, это ее мама. Меня судили за дело. Я всегда вспоминаю, как моя мама принесла передачку там и сидела. А там же между собой-то разговаривают. Пришли, и все моего сына не за счет посадили. А мать посадила. О, баба, как вам тяжело-то? Вот ни за что каждого, да, не за что. А мое-то за что? Как? Да мой-то знает за что. Я его благословила. И сидит здесь. Да, сидит. За что? Да за Слово Божие. На Евангелие пропадает. Ну, расскажи. И она им там проповедует, неграмотная женщина. А мой-то за что сидит? Вот моя мать Мария Егоровна. Ты, сынок, знал, куда идешь, когда пришла на свидание. Терпи все. Вот наказ матери. Я встал на колени, она руки положила мне на голову и благословила. Уже в тюрьме на свиданке. Да, удивительно. И это все записано. И главный следователь, когда допрашивал мою маму и дописал свои слова, ее расписать. Она только расписаться и могла еще и считать-то не умело. Тем более, его каракули. И он написал. Мария Егоровна говорит. Наш строй самый хороший во всем мире. Она эти слова-то не знает. Она неграмотная совершенно. Наш строй самый хороший. Я Игнатью говорила, чтобы он не говорил плохо о нашем социалистическом строе. Ой-ой-ой. Она ни одного слова не знает-то. И мама расписала. Да, она расписалась. Когда раскулащивали, но наши не попали под раскулащивание, но конфисковали. Корова была хорошая. Их выводил-то сосед со двора, который. Так, мать говорит, я догнала его и пнула под задницу-то. Пнула его. Ну, прошло сколько дня? Три. Их вызвали в сельсовет, в Корщино. Дали бумагу. И распишитесь. И посадили, чтобы вы вас отпустили. Она расписалась. А после узнала. Я корову отдала добровольно. И расписалась. Впереди-то корова. А не про нее речь сошла. Ну, еще спрашивают. Корова отдала добровольно. Я говорю, ты же отдала. Да не отдавала я. И опнула этого родю-то, кодина. Ну, я сейчас скажу. Ну, а как она просвещалась? Вообще, вы удаваете, она неграмотная была. А как она просвещалась? Сама. Стали показывать буквы. Я не знаю, насчитать-то она училась лет в 55, наверное. А после этого приходит. Прихожу к ней. А у нее двое очков. Очки на очки надеты. Увеличь это. Она говорит, мухи прям лезут между очками-то. Ее никто не видел, чтобы она сидела праздно. Она все время считает акафисты, каноны. И считает, и считает. Да еще с прогласисой, так это протяжно. Никола чудотворец, моли Бога о нас. Желание. Интересно. Мой отец тоже считал, но по буквам. По буквам он никак, мать-то. Почему он Евангелие-то не считал? И вот считает там, было в газете написано панорама. А он считает, панорам, как суслики панорам. Все разбегутся. И он считает, а этот приехал, долго был, видел кастер. Ты фотографировался с этой, с Валентиной Терешковой-то. А этот дурачок-то с бородой-то. Он давно тут околачивается. Он с бабой тут, он не женился тут? Он не женился. Отец начнет рассказывать, как это. Он по-своему все это понимал. Вот, говорит, собирается воевать, говорит. А сейчас поехали, говорит, машину заправлять. Заправлять нещем. А если Китай-то пойдет-то? У нас один говорил, говорит, шурахнет пыльным мешком из-за угла. Перемараются все. С испугу. И дальше опять начинает говорить. Вот они какие, есть коммунисты-то, такие оглаеды, а сам огненется-то. Как у меня все отбирали они. А сейчас, сейчас они другие стали. У них ничего нету, у самих. Я говорю, да Китай-то придется. Он начнет, чтобы на него работали. Я же пенсионер. А пенсионеров они расстреляют, и все. Так я могу пойти работать. А руки вот так нету, пенсионер, жить охота. Я пойду еще работать. Нам так смешно. Отец делал такие заключения всегда. Я думаю, почему он не на месте Брежнева. Память была феноменальнейшая. Вообще. Я написал Комасомольскую правду. Там был Песков Василий Михайлович. Про животных писал, про птиц. Он говорит, мы этим материалом воспользуемся. Какая корова с каким быком гулялась, пять лет назад все знал. Тысяча овечек всех знает. Какая от какого родилась. Возьмите. С Китаем, да. Мы сейчас вот расплываемся, обольщаемся. А в Китае-то уже вод пресных нету. Кончились даже вода пресная кончилась. Они находятся там на грани. Им земля срочно нужна. Им нужен Байкал. Самое большое пресноводное озеро на земле. Так что на Китай опирается сегодня, что Китай вот так и так говорит. Это о безопасности своей границы. С Китаем войны не должно быть. Потому что он просто зайдет, займет и все. Кого воевать-то? Там бамбуковым палками переколоть от всех пьяниц. Пьянь, да дрань. С Украиной тут еще поважаются. Ну мы еще молимся, чтобы был мир, любовь. А им это... Нигде мы не вмешиваемся, ни на Майдане, нигде. Но я только хочу сказать, что судить не надо. Вот они бандеровцы, то другое. Но вы хотя бы узнайте, почему они такие. Я не говорю, что они правильно делают-то. Ну каждого пострадавшие, деды, проще, голодомор устраивали, ссылали, гулаг. Ну вы в это-то войдите. Покаяние в этом не принесено. А вот они такие. Ну они за целостью страны борются. А вот Луганский объявил. Я не против. Еще раз говорю. Ну давайте невыборочно делать. У нас сейчас Алтайский край заявляет об автономии. Вы дадите или нет? Да и с потрохами все сожжете. Но мы хотим не с нами быть. Не с Россией, а с Монголией. Мы рядом. Или хотим мы быть с Казахстаном. Еще дадут? Вы свое-то примеряйте к другому-то. А то отдельный город, отдельная область. Ну давай сейчас Воронежская область хочет присоединиться к Украине. Разрешат? Референдум подстроить может всякий. Ну маленько отдадумать надо-то. Как, нельзя, как зулуты. И у меня ограбилось. Он взял жену, корову, детей, это хорошо. Плохо. А если я возьму, это хорошо. Дело в том, что они-то, мы у нас тоже, мы неправильно их понимаем, вот как вы говорите, да, у них же мозги-то кровь у них совершенно другая. Они к России не принадлежат, они не русские люди. Они униатые больше. Туда, к Польше, да и к этим, к румейнам, они не наши. Согласен. Но причину я не говорю оправдываю или что-то. Ну почему, наверное, Бандера фашист? Когда он сидел в фашистском застенке, сколько лет. Ну почему его, фашисты-то занесли, я о Бандере никак не могу понять. Почему Степан стал делаться таким? Ну? Ну, потому что убивал жестоко. Они спрашивают, а Сталин как убивал? Ну вот и все, они спрашивают. Да Гитлер-то убивали-то тех, которые нападали на них и прочие враги. А этот-то своих убивал всех, своих. Дворянство, священство, офицерство, все под корень, интеллигенцию. Иж такого ледоеда-то не было, а сейчас вот святые тянут. Зюганов там за него стоит. Ну маленько-то, откройте глаза-то, покаяние принесите. Я еще раз говорю, не оправдываю никого. Но причину-то посмотрите какую. Даже этот убитый-то вот был. Убили они его-то, Николая, мужичка-то, белый-то. У него три дяди, все погибли, говорит, в ГУЛАГе. Его сделали-то кто таким? А я к чему говорю? К тому, чтобы покаяние принести. А не, не Давид до конца. Только об одном говорю, об одном. А вот меня спрашивают, а если бы ты был, раньше было, ну раньше, когда я не обратился, вы бы где были? Да где был бы? Конечно, с Бандерой, с этими, отомстить коммунистам. Я даже минуты не был бы с красными ледоедами. Это определенная щетка. Но я христианин, и поэтому я смотрю, как сжигает, добивает, которые были ранены. Страшно смотреть. Я только молюсь и плащу. Я очень слабый в этом деле. Когда вижу страдания других, у меня внутренности сжимаются. Надо уметь там весы истории класть, вот из себя примерить, где бы ты был. Я всегда не скрывал, я был бы с белыми. А с белыми, значит, западниками, как западенцы их называют, там, бандеровцы, фашисты, я был бы с ними. Был бы. То есть у меня все было, склад цавла. Но Бог меня встретил, осеял светом в городе, венствовался на пути в море, не Дамаск. Я говорю о другом человеке, даже как бы не о себе. Я на себя смотрю, на угрышевого давнешнего. Да, я понимаю, у меня именно то же самое произошло. Вот, как будто вот тутовой, я и не знаю, его просто знаком с ним. Я говорю открыто, вот в чем дело-то, я не лукавлю. Мы говорим, а то мы выставим. Я не скрываю, скажу, да ты бандеровец? Конечно, нет. Да ты за наших? Да, конечно, нет. А за кого ты? За правду, за Христову, за Евангелие и все. Я молюсь за тех, я за Юлию Тимошенко молюсь. За Турчинова молюсь каждый день. За Юлию Тимошенко молюсь. Еще ты мне в молитву залезешь или что? А что за них? Да я за Путина молюсь. За Горбачева, чтобы не выверг беспокаяние. Все эти наши майданы в вопросе-то вечности, они никакой роли не играют. Ну, Господь сказал, что Валтасар будет убит. И воцарился кто? Царь Дарий. В будущих 62-х лет. Но ни Дария, ни Валтасара нету. И были у них переверженцы, которые держались за прежним власть. Никого нету. И даже костей нигде нету. Теперь, ну, они где-то есть. Это нужно было. Надо было просто согласиться, что наступил момент, Даниил уже видел. Он говорил, Валтасар сразу выйдет и сказал, что я достоин казни. Гулял с блудницами, сосудов пил. И Бог положил в предел. И сосудов из этих. Горбачев не пил, который церковный. Я легко доказываю, что Горбачев это знаковая фигура в российской мировой истории. Так вы его поддержите, что Союз Тарады? Не поддерживаю. Это мне сильно мешает. Я не в Латвию везде ездил. На Украину. Говоря Украина, я не мог отделять ее от России. Вот в чем дело-то. Поэтому для меня Украина, мы единые. Так а западные. Для меня нет западных, не восточных. А они у нее от... Для меня нет этого. Повторяю, я широкого профиля христианин. А они у нее от грека... Они избрали этот путь. Но они находятся там, где есть рукоположение. Так они наши гнали. Мы достойны того. Вес ответа. И на тишину. Вот давайте уточним. Вот вы говорите знаковая фигура, да? Это означает то, что человек и родился, именно был предназначен для того, чтобы перевернуть все, да? Да. Кого предузнал, я предопределил. От апостола Павла говорит. Предузнал. Я предузнал. Ну и возможно то, что этот человек будет спасен. Вот. Как раз во власти человека. Иначе не было бы сказано Матфея 11, 28. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. А то он говорит, зачем звать, если я на другое предназначил. Это в твоей воле. Бог это знает. И он назначил его к смерти. Назначил. Не неве будет разрушена. Но она не разрушена. Почему? Покаяние принесли. И почему он так огорчился? А я говорил, она не разрушена. Еще 40 дней разрушена. Теперь говорят, ходил пророк, говорил. И он-то думает теперь о том, самому выглядеть надо пророкам-то. И один червяк его обличил. Об одном растении пожалел. А Господь говорит, как не пожалеть 120 тысяч, где левое от права не отвечают. Нужно категориями святого духа мыслить. Ну, я выражаю слово категория не евангельская, но чтобы понятно было. То есть мыслить. Нам, говорят, даже у нас должны быть те же существования, что во Христе Иисусе. Чтобы понятно было. Вот в это надо войти. Родной, неродной, там, хочу. Этот вопрос снятый. Богу угодно это или нет. Согласны ли это святой Библии? Вот тут, во свете Библии. Вот пусть они меня судят, вызывают. Но я не скрываю. Я говорю, был бы я неверующий, я был бы на той стороне. Не на Майдане. Майдан это преступление. Майдан это убийство. Это издевательство. Как, говорят, под наркотиками были там снайперы. Уже договорились убивать тех. Я не о Майдане говорю. Я говорю о том, что было в войну и раньше. Майдан это сплошное преступление от начала до конца. Страшное, человеконенавистническое, подлое убийство. Сжигали живьем там. Эти молчали, Януковича обвиняют. Я его не оправдываю. Но Беркута не отвечал выстрелами. Это вы же доводили до красного коленя все. Это все было продумано там, кому это выгодно. Кто эту режиссуру зарядил-то. Повторяю, я никого не осуждаю. Я просто как смотрю со стороны. Но я бы там никогда не был. Не до обращений, тем более сегодня. А до обращения, пока я не уверовал, Евангелию мне не было, я на их стороне не был. Даже говорю, я никогда не скрывал и писал в географии. Я был бы на стороне белых. А белых, значит, что в церкви открыты были священства, свободно трудились, своя лошадка была. Ну, то есть, как жили при царе? Ну, конечно, без власти царя в церкви царя. Вот царь был неправ. Тут вот если разобрать, вот по сути, взять Майдан, к примеру. Майдан-то творили вот на агрессии вот этих юнцов, молодых парней вот этих. А зрелые-то люди, они, в принципе, не участвовали там. Вот это все безумие сплошное. Это спрограммировано, и все руководило этим Западом. Я не знаю, Запад или Восток, кто друг друга подыгрывали, договорились, что делать. Поэтому закурисное не знаю. Я знаю, что это преступление. Преступление. А вот эти сделали, которые были, они протестовали, они не нарушили Конституцию, они прошли с плакатами. Я попадал на такое в Болгарию, у нас там стоит. Идут они в дудке, дудят, мирно, с ребятишками на руках. Идут, и идут, и идут. Улица по улице назначает на завтра, и больше ничего по улице. А те видят, никакого оружия, никаких коктейлев. Идут, тут дудки эти продают, они дудят, хлопают, крещат, лозунги, транспаранты. И бесконечное шествие идет в Софии, в прошлом году. В июне месяце. Там написано, какого июня, все. Но они увидели, это безрезультатно. Надо инуковича вытряхивать. А почему не рассудили? Это дал бы хуже, да не нашлось. По вашим делам. А мы, они не знают, что за этим последует. Запад не будет кормить. И Россия не будет кормить. У них другая задача, другая. Почему? Они выполняют роль другую, которая отведена им. Подготавливают престол Антихристу. Вот это, конечно, даже все туда подводить. А не то, что атомная бомба у тех лучше вооружения. Я верю, что Москва будет сожжена. Это я точно знаю. Для себя. Откровение 17-18 глава. Великая блудница будет сожжена огнем, которая обогатила там купцов всех. Это о Москве речь идет. На семи холмах, на семи горах. В этом я уверен. Москва будет сожжена. На нее раньше мы рассчитывали 9 атомных бомб. И по-другому нет. За это они сейчас не будут. Еще время не подоспело. Но это будет там, когда уже воцарится один. Эти первые три с половиной года. И там война будет. И, видимо, русский народ настолько упрямо упор, ничего не понимает. И будет принято решение надеть этот башлык на глаза. И повести на расстрел. А я русский здесь. Я в Москве не живу. Живу, потеряю. Я приглашаю туда всех. А как вы относитесь к такому пониманию, что власть не от Бога? Какая власть от Бога, какая не от Бога? Всякая власть написана от Бога. Я эту фразу не могу никуда. Но бывает та власть, которая исполняет повеление Божие, которая допущена. Допущена от Бога. Вот он пришел. А что, Ленин гнал церковь от Бога? Конечно, от Бога. Да кого-то называли враг народа. Да конечно, есть враг народа. Народ-то не учили и врагами сделали. То есть люди-то жили для себя только. Ты маленько глубже вникни. Но это по побущению Божьей-то. Это все от сатаны у них было. Но Бог его отпустил, длиннее цепь ему сделал, что он и в церковь зашел. До этого он там лавил, за церковью. А эта цепь удлинила ему. Но дальше он не имел другой власти. А вот Сергий Строгородский, он открыл. Это не от Бога. Он спасал церковь. Церковь не спасаема. Мы спасаемся в церкви Христу. Они перепутали все. Это все рассчитано на невежность. И поэтому, когда клеили враг народа, и всем народу, я доказываю, я коммунист, враг народа. Тебе какую дали, то и есть. Ты сначала посмотри. Если бы тебе было в обвинении поставлено слово Божие, а ты проповедовал, как судили баптистов, вот тут за дело Божие. За дело. Так они умерли вне церкви. Вне церкви. И кровь мужчиническая не спасает. Это Киприан Карпагенский говорит. Так они не спасутся. Вот этого я не знаю, никогда не говорю. Есть люди, которые вообще не крещеные, спасутся. И написано, не зная это, говорит, совести кто судит, то оправдывает, Павел говорит. И досудимые будут по совести. Ну там на разных островах, которые, речь не о сектантах идет, которые не слышали, а жили по совести. А то нам говорит послание к римлянам. Это вот и есть спасение, как бы изогнеет. Вот такое спасение и есть, да? Вот, которое говорится о тех, которые не слышали. А тех, которые слышали, тем более считали литературу. Это остается человеческое. А я не отреклись от того себя. Ну нет, задают вопрос. Ну вот ладно. Ну вам Бог открыл. Соглашается, что я избранник, потому что я с детства удалялся молиться, будучи ребенком. Я только поэтому определяю избрание. И поиск божественно, что где просчитать. А мне пять-шесть лет еще. Я его очень рано, очень научился считать. Ну а как дальше-то? Дальше Господь ведет. Я бы, если родился в мусульманстве, говорят, или в буддизме, ты бы как поступил-то? Я бы нашел христианство. А почему? Я такой, есть я избранник. Я когда обратился, я сразу начал заниматься буддизмом, сразу исламом. Все стал исследовать и сравнивать, и себя приравнивать. Я там родился. За измену исламу тебе смертная казнь. Пошел, пошел. Я давно бы умер. А родился у Престалине, вот это говорил. Говорил не так бы, но по-другому все равно говорил. Мне не все можно было говорить, и в лагере сидел. Но я говорил так, что могли только бить других, кто ко мне подходит. Меня уже не трогали. Клеймо от КГБ спасало меня. Я должен быть благодарен Богу. Знак стоял особый. Мне сказал КГБшник, у вас стоит такой знак, что вас не трогали. И когда началось избиение, меня всегда уводили. Отец, ты иди там в Красный уголок, почитай журналы пока. Вот как. А там кровью все залито было, как избивали. Потом они ночью подползали ко мне и говорили, отец, убивают. Можно, когда на разводе, я рядом с вами стану. Вот и все. А я им свидетельствовал. Нигде не молчал. И кто со мной разговаривал, их сразу вызывали и били. Смертным боем. Всех предупредили. А проще всего одному было, никому не говоря. Они пробовали. Там еще пока. Но ничего не получилось. Я, как Иеремия, буду стоять на четвереньках и буду говорить, так говорит Господь. Последние слова. Да, вот этому нужно учиться всю жизнь. Ну, Бог это дает. Человеку это нельзя. Нельзя. Я спрашивал Глеба Якунина, это патриот, это герой. Зоя Крахмальникова, настоящий герой. И, ну, это Александр Огородников. Он половина срока только в КПЗ провел. Ну, ШИЗО. Я ни одного дня. А почему? А потому что он везде стоял. Марченко был, знакомый Сахару, Андрею. Надежда была какая-то. Его убили. Просто убили. Захлестали. Они везде вставали поперек. А я пришел, я везде поднимал ногу так, как показывает устав. Койку заправлю так, как говорят. Я нигде не давал ни малейшей соринки. Я должен быть везде примером. А сам в это время делаю и молюсь. Я молчу это делаю. А они стояли поперек. А почему я должен подчиняться? А тебя кто в подло звал сюда? Там один ответ. Тебя заставят ползать на карачках. Даже когда бывало, увидит далеко метлу, сказал, метлу принести. А побежал один назад, должны бежать не меньше, как 20 человек за одной метлой. Ну и я узнал это. И тоже просто он, отец, вернись назад. Это вас не касается. Вот и все. И когда марширует, ногу поднимать выше. Я поднимаю выше. Тут меня нельзя выделять. Я поднимаю и стучу. Ну, мне это нравится. Военная дисциплина. Я ни разу, нигде, есть такое выражение у заключенных, не залупайся. Грубоватая, но она смысл показывает. Да, вот эти рамки, которые сам себе устанавливаешь, в том числе и которые, и в Библии, вот эти вот все-таки законные рамки, как легко, легко жить-то в них. Я, представьте, только зашел по базе на психиатрическую экспертизу. А он из психиатрической не вылазит. Про меня в интернете пишут. Ну, у меня-то результат, смотри, какой дали. Дали такую характеристику, что нигде ничего за мной нет. У меня предать суду. То есть я дипломированный, не психопат. А вы-то не проверены еще. Я ему это отвечаю. Меня только привезли, это в Кемерово было, криминальная психиатрия. Раздели там, все как положено. Переодели там, халат какой дали. Я тут же пошел по остальным палатам, они все открыты, не камеры. И они написали. Ходил по палатам, безбоязненно проповедовал о Христе, но не был навязчивым. Отношения с людьми всегда были теплые, ровные, с персоналом, со всеми. Это в характеристике. Это все помещено. Для слова Божия нет уз. Но вам такую характеристику дадут или нет? А мне дали. И когда меня уже отправляли, я дольше всех там сидел, потому что сдали светило. Мазур, Моисей Ааронович должен был приехать. Тебе еще рассказывать, кто он такой? Из Института Сербского, из Москвы. Зачем бы они его вызывали? И сколько мы с ним беседовали раз за разом. И они собирают меня, где жучат осуетятся, врачи, медсестры. Меня отправляют сегодня. Так они вот таких, до груди мне, там полные мешки, два мешка только там, галеты, конфеты, еще только не набрали. Все покупали. И кружку, и ложку новую. И говорят, мы на пенсию никого так не провожали. Ну, если они живут, работают всю жизнь в этом предприятии, ни одного из заключенных пациентов не провожали так. Это что, человеческое? Они все плененые были. Сколько они услышали? Всем говорил безбоязненно и не был навязчивым. Не так. Вот сектанты начинают, хоть и баптисты те же. Он говорит мне, знаешь, ну ты сначала узнаешь, знаю или нет, я про себя думаю. Но я выслушаю, что он говорит. Он говорит мне вещи, которые я 51 год другим несу. Но мне не помешает, я стою сам себя. А он-то стоит таким видом индюшинным, надо мной крылья распустил. Ну и что? Он проповедует, он свидетельствует, да будет он благословен у Бога. Он лишний раз мне что-то напомнил. Он мне ничего сказать не может, чего я не знаю. У него знание-то может поменьше моего. Но я считаю его за учителя. Я вот сейчас встретился на улице и эговист. Они открыли свою там эту книжку-то. А на улице холодно было-то. А я фуражку снял, а голова-то лысая. И они меня пожарили. Да вы наденьте холодно, нельзя. Я говорю, почему так Библия открыта у вас? Не Библия хотя, но там о Боге говорится. Ой, как это их тронуло. И опять я фуражку надел беседой. Вот стали опять они открывать. Я снова ее снял. Они другим расскажут. Я благоговею перед этим словом. А тебя они не вспомнят. Вот сейчас она пишет. Вы знаете, на Игнатина натолкнулась одна, он дома был. И эговистка. А вы знаете, у нас исследует Слово Божие. А он ее к себе пригласил. А дальше стал беседовать, говорит. И разбил на голову пух и прах. Но самое главное, что в следующем собрании он привел пример поставил себе. Вот как надо работать. Вот что, говорит, удивительно это. Я уроки извлекаюсь везде. А они даже на мне не могут урока взять. А он не поймешь, старобрядец, там, баптисты. А он еще не знает. Я христианин. Евангельский. Евангельский, православный. Ты баптистом назовешь, я только рад буду. И скажу, что обман. А то у нас один баптист, батюшка наш. Баптист означает христианин. Я вот что хочу сказать. Люди бы много, многие слушали бы вас с удовольствием, но люди не любят думать. Им надо, чтобы в мозг сразу информация затекала, чтобы ее не пережевывать. Вот. А вас нужно и пережевывать тщательно. Я не скрываю ничего. Самое главное, трогаю это. Вы бы это не сказали, на вас бы не знали, там, психиатрия. А я все справки, все выставил. И в армии, и здесь. И армейская, которая была за то, что я начал там проповедовать, еще не знаю Евангелия-то. И написано, ничего нет. И, видимо, они своих-то коллег не могут сказать. Это что-то такое. И нигде этого нет. И с работы справки показывают и с коммунистом и беседуют одинаково. Никого не выделяют. Ровно. И память, и все проще, и проще. И когда судили, на суде это все засчитали. Засчитали. Люди, и людям это где-то не принимают. Значит, он не избран. Я не волнуюсь на это. Нет. У меня умер брат недавно. Брат, который любил пить. Но в последнее время не пил. Он Бога не отрицал, но был такой. Точно какой? Не христианин. Он Христа не отрицал, он крещеный. А ты молишься за Него? Молюсь. Молюсь с оговоркой. Господи, если не угодно, прости меня. Он несчастный человек был. Вот и все. Но молитва моя идет. Идет. Погиб внезапно мэр города. А он мне помог вот эти дома иметь. Так я звонил чуть не всю ночь. Всем знакомым. И узнавал, крещеный он или не крещеный. Узнал, что крещеный. И я помолился за Него с этими же словами. Прости, если не так. Но он так много для меня сделал. Мне женщина одна сегодня или вчера, не помню, письмо написала. И вот она услышала, что священник один говорит, что из ада можно молитвой просто, как говорится, человека спасти своей молитвой можно одной. И вот она спрашивает, неужели, я говорю, меня так это разочаровал, неужели так просто можно в царствие Божие попасть, что молитвой можно вымолить любого. Между нами и вами великая пропасть. Так что хотящие отсюда туда не могут перейти, а туда туда не переходят. И второе Коринфянам 5 глава 10 стих говорит, что соответственно делам своим каждый судим был. Всем нам надлежит предстать присудилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что делал, живя в теле. Не без тела в гробу, когда затея попали, а живя в теле соответственно. А это уже не соответственно, что грешник сидел и его молитвой вытащили. Да ты в это не веришь, молитва. Я молюсь, но я не говорю, что я вытащил. Я молюсь, это чувство моей любви продолжается и за гробом. Я его люблю, желаю блага, только и всего. Так а вы не знаете, не знаю, конечно. Из-за родителей я молюсь, и мама была верующая. Я немало не сомневаюсь, что она в раю. Она исповедовалась, причащалась и до конца была верная. Верная, мать десятерых детей. Это глубочайшая вера в ней была. Ну, я же не говорю, что то, что не написано в Библии, меня подбивает все время. Я мог бы вам промолчать. Я говорю, и это многим не вмещается. Вы бы не говорили, там были-то, или так понимаете, никто бы не знал, и вас бы не трогали. А кто бы я был тогда? Придет время, вы меня упрекнете. А придет время, то, что стернение вмещается, потом оно сработает, и на меня такие выходят. А я был против за это. А теперь те слова ваши тогда-то сказанные, знаете как, я через них начал искать тогда. Меня так это тронуло. Ну, а я откуда знал-то? Я просто говорил, я остаюсь тем, кто есть. Я какой был вчера, 20 лет, 51 год назад, я не меняюсь. И мне сразу Бог сюда вложил то, что должно быть. Только оно расширяется. Я мало считал Елены Мастердовского. После нашел. Ну, в том же направлении, в том же толковании. У меня не было изменения в толковании за 51 год нигде, ни разу. Я получил сразу это все. Вот это и есть избрание. Да, кого еще считали толкование? Не считал. А почему? Даже не считая толкование, я сразу знал, что именно вот так. А потом только нашел. Потом Затауста просчитаю, найду. Но уже с первого дня говорил правильно. Да это не может быть. Ну, не может быть, а я перед вами. Мне зачем это натягивает-то? То есть, и так я говорил. А теперь так. Тогда найди, где покажи, подтверди. А у меня есть запись и письма от первых моих дней. В первых. Так. Я вам вчера, который послал, то вы видели, какая разница от снимок? Игнатия Богомоста, который я послал, который послал, взял Витя. Так вот, вверху-то, когда я говорил. Вот это имейте в виду, если можно будет сделать. Я думаю, еще тут вот так вот до грудь. Допустим, они там, там видно портер, где они находятся за перилами. Зрители смотрят, как... Вот там поместить всех этих людоедов, там, до Муссолини, Гитлера, кого найти, просто фотографии туда вставить. Это не запрещает церковь. Да это мне не по силам. Мне вот, допустим, Игнатия Богомоста образно писать мне нужен месяц. Вот мне 12 часов... Это совсем лучше я не писать. Я просто говорю, дорогой мой друг. Если будешь писать, ну, будешь, я просто говорю, по желанию. Будет кто-то, кто-то поможет. Это будет шедевр. Да кто поможет? Я один в мире так рисую, но больше так никто не рисует. Ну, так никто. Но, может быть, как-то по-другому там сделать перевод туда, там сделать отдельно кому-то поручить, чтобы сделали вот этот за портером, который... Я только про это говорю. А потом туда перенос, это делается же. Вот, делает композицию. Это не сделать. Ты, натехщий, я это все на что рисовать, все на что вот красками рисовать, то и здесь я рисую. Это огромный труд, чтобы там людей нарисовать. Ну, ладно, прости, что неправильно сказал. Но это моя... Я так думал, что это было бы здорово. Это есть вот фильм Иуда Бен Гур, когда он говорит, что ему надо возиться, а он только уже говорит, да не могу, я встречу... Эх, Иуда, здорово было бы, потому что ты победитель, и победить бы нам Несалу-то как. Это Рим, гордый Рим склонится. Эх, если бы ты мог. Так и это. Не можешь, но ты услышал. И слава Богу. Интересно, наш архиепископ Гедеон, Новосибирский-Барнавульский, потом стал он Тавропольским митрополитом, и был там на поклонении, ну, поклонении как ездил, и купил вот эту икону, где львы заедают Игнатия Богоносца, специально для меня. И мне ее подарил у себя в епархии. Привез оттуда, представь, у нас такие были серьезные отношения, там он и грозился, еще только не было. Я его всюду звал на благовестие. А он, мне говорили, ой-ой-ой, как вы разговариваете с архиереем? А тогда у них власть была, боялись. Я его по животу вот так сидел. Пошли на благовестие. Он говорит, да куда я так? Вот. А потом он скажет, выступает перед ними, перед всеми, а у него такая громадная была епархия, четыре области и Тува еще. Вот. И он, сущенник говорит, он говорит, не зря Игнатий Латкин говорит, вы даже хлеб отрабатывать не хотите. Вот все, пожалуйста. И он меня привел в свидетельство перед всеми. Я говорю, кто он такой, как Андрей Кураев? Он мне сказал, скольким людям путь показал сюда, когда отозвался тогда. Люди находят, а теперь уже через Андрея это. Мои слова их заинтересовало, как так Андрею все долго, а вы за него заступаетесь. А я не стою там, где все. Я в Андрея вижу много хорошего и говорю, что ему это нужно. И как раз это и нужно. Он будет другим. То есть может стать другим. Мы только сегодня с отцом Сергием говорили, я говорю, вспахал, какое поле огромное. Вот. И стоит, не пахает это, поле не засеянное это. А что ж от него и проку. И тут подумаешь, может, и зря все он затеял вот это. А тут вот и ответ сам приходит. Да где же зря, сколько людей к Лапкину пришло. Через вот эту его, как говорится, проповедь. А неверно к церкви. Что во всем можно найти и добрый плод, как говорится, и худой. Но Англия-то целиком через отца Андрея. Он был там, баба не сказал, в Англии сказал. Даже в Германии был. Наша подошла сестра ему привет. Передал, он говорит, обрадовался, не сказал. Так. Вот. И в Финляндии, который вот это тоже через отец Андрей, и потом они еще из него только тронулись чуть, заинтересовались. А дальше зашли, увидели на ролик, так теперь мы, говорит, от вас не вылазим даже. Все время здесь. Ну это Господь так сделал. Вот. А я его 120 раз, он говорит, у меня, Игнатий, по всем кочкам везет. 120 раз я его упоминаю. Но я отвечаю за все 120 раз и сегодня. Но мое отношение к нему никакое ваше. Я-то желаю, чтобы он был другим. Чтобы он не говорил вопреки Слову Божию. Он и конкурент, тут и сравнивать не надо, профессор, знания такие. Я-то кто? Сторож и печник. С кем ему соревноваться-то? Да ну, Игнатий, с вашим знаниям на сегодня я не знаю, кого противопоставить. Ну, Ганя, я не претендую и не начну. Вот это надо сказать. Я соглашаюсь, что он выше. И на этом есть сказка Я все забываю. Эту камеру обязательно настройте, потому что поедете с иностроенной камерой. Послезавтра или завтра Гаврил сказал перейдет. Вчера с ним связались. Он скрылся там с квартирами. Ну, я не могу надать. Два раза, три раза сказали. А та-та камера потеряю вке вторая. А эту-та хотя бы посмотрел. Я думаю, хуже бы он ее не сделал. А когда он будет придет? Мне передали, что он придет в субботу или в воскресенье. А сегодня пятница. То есть завтра или послезавтра? Ух. А в какое же время он приходит обычно? Еще мне не сказали. А мне передала жена. Она вчера с ним разговаривала. Ну так, обычно он с утра приходит, да? Не знаю сказать. Я слышал, что у него отпуск. Но в отпуске ли он, я тоже не знаю. У него связи нет. Он отошел. Он мне как-то написал в этом ВКонтакте еще неделю-две назад и опять пропал. Вот он там все что-то по квартире там. Одну квартиру со мной попросили другую, там на третью перешел. Я молюсь о квартире только о двух человеках. О Сергии Додина в Северском и о Гаврииле. Прямо прошу, Господи, дай им хорошее жилье. И японскому народу дай хорошую землю, чтобы они могли обратиться здесь. Здесь. Мы тут Жириновским полностью согласны. У вас какие-то молитвы. Вот это есть талантливость религиозным быть. Я вчера только новой молитвы людям писал. Как молиться о своем духовном отце. У меня столько молитв составлено, я их не составляю. Они из меня просто выходят. Выходят и говорят, вот умолился, дай нам это, запиши. Ну, вчера я как раз печатал-то, сидел. Молитвы. Они на молитве, у меня приходят на молитве. Вот в чем дело-то. А где-нибудь есть список этих молитв? Да, да они короткие молитвы-то. Не, ну все равно. Есть они или нет? Вот в конце я прихожу к тому убеждению. Закончили молитвы. Мы поднимаем руки, вы видели. И я молюсь сразу же, слова. Это молитва. Первая, короткая. Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых Твоих, молящихся на небе и на земле. Вторая молитва. Господи, услыши и исполни молитву всех, кто молится о нас во благо нам. Они молятся, чтобы плохо было. Я поставил ограда во благо нам. Третья молитва. Господи, услыши молитву нашу о всех, кто нам заповедовал, молиться о них. Спаси их и помилуй. Вот три молитвы. Молитвы должны быть краткие, не длинные. Это все святые отцы об этом говорят. Не будьте многословны. Но в этих молитвах, вот в трех, сконцентрировано все на молитве. Все. Абсолютно все. Я весь здесь. Я соединяюсь с небесной церковью и с земной, кто молится, с монахами, с католиками, со всеми, кто молится добро. Понимаешь, ты в них, что в этих молитвах-то? Тут каждое слово выверено. Я после смотрю, это не мои молитвы-то. Я не могу так сказать. Вот, допустим, я молюсь о пророках. Это уже шестая десятка поклонов. И по десятке идет. Христу, Богородице, я ангелу-хранителю, Иоанну Крестителю, Николу Чаротворцу, а уже другие под десяткой, это шестая десятка пророки. Я их пересчисляю. За это время я делаю десять поклонов. И говорю, Господи, исполни духом пророческим церковь Твою. Молитва. Приготовь нас к встрече с Тобою, дабы мы знали о Твоем приходе, и о нашем отшествии. Когда оно будет? Приготовь к этому. В смысле, не да ты дай, а приготовь к этому. Молитва закончилась. И дальше, чтобы церковь Твоя вышла с горящими светильниками, это все знают, но не знают, что она начинает. Я добавляю с горящими светильниками истинной веры. Еще одна молитва. И следует на ней другая молитва. И чтобы сосуды нашего сердца были полны елеем добрых дел. елеем это знают, а что елеем не знают, некоторые, то дух светлой. Чтобы сосуды наши были наполнены елеем добрых дел, соделанных в духе святом с любовью. Вот в этом вся суть. И у меня все противники сразу исчезают, когда молитву прослушают. У меня противников нет. На мои молитвы нападения ни одного ни от кого не было, ни разу. Почему? А они неземные. И к ним добавлять нельзя. Даже к молитвам, которые на небе, на небе, и к ним еще добавляют. Вот святые божественные, крепкие святые бессмертные, это мальчишка слышал. А добавили, помилуй нас. К моим молитвам никто не добавляет. Почему? Я на земле, я по земному говорю. Услыши, исполни. Это просительно, первая ступень. Вот здесь я и говорю об этом. Чтобы церковь исполнена духом пророческим церковь свою. Чтобы мы знали о твоем пришествии и нашем исходе из земли. Вот здесь то и другое совместилось. Божественная кончина и моя кончина божественная по плану где. И далее, я уже определенно говорю, девы вышли, они со светильниками, чтобы истинная вера была. Я говорю истинная вера. А тот говорит, ну и мы. А вот ты узнаешь сначала истинная вера. Словом истинно заложено исследование. Не на один год тебе хватит работать. И теперь о Илее добрых дел. Так мы думали масло. Ты слушай дальше. Добрых дел садил на духе святого. А бедуха святого и не сделаешь. Я и это заложил туда. Ну не я, то Господь показал. Вот молитвы. Я тебе прочитал. Они слышат эти молитвы. И дальше, когда я молюсь о мучениках и мученицах, то добавляю короткая-короткая молитва. Господи, садилай так, чтобы по молитвам всех святых мучеников никто не принял начертания зверя антихриста. И если у меня есть люди, которые ведут себя очень плохо, и они беспокоятся, я их тут подставляю. Имена. Дальше конкретно добавляю имена. Вот такие-такие я их называю. Дети. У них зверонравный характер. Истреби его в них. И устраши родителей за такое ложное воспитание детей. Это молитва. А тут я называю на молитвах. Прямо называй имена. Если я молюсь последнюю десятку поклонов о женах и девах, господи, дай им послушание, смирение, перечисляю, молчание, все, что требуется для жен. И спаси их от всякого поругания. А потом называю по именам, на которых мужья мне жаловались. Перечисляю их всех. Соделай их другими, господи. И когда они другими делают, то они сами того не зная подходят ко мне и говорят об этом. Интересно, у нас Никольский бывший полковой храм прямо на Ленинском проспекте, главный проспект города Барнаула, стоит Никольский храм. И когда был патриарх Алексей второй здесь, в этот момент случилась передача этого храма, а мы на него претендовали когда-то, подавали заявку. Хорошо, что нам не дали. Он прямо на проспекте. И тогда его выделили из высшего авиационного училища, а теперь там институт юстиции милиции находится. И вот этот храм, который тогда они дали, он бы нас с головой утопил. Нам ничего не сделать было бы там и не отремонтировать. И Бог это-то услышал. Ничего нельзя сделать, проходной двор бы был. У нас только а в дни пускать, как не пускать? Храм-то им не принадлежит, только данные. Как храм Христа Спасителя, он патриархии-то не принадлежит. И так и здесь. И вот здесь у меня возникает особая молитва. Когда был патриарх Алексеев, у меня сразу возникает молитва. Какой молитвой ему надо бы молиться? То есть я не только молюсь сам, а как бы влагаю в него. Вот проходит какое-то время и молился об этом, а он исправился. Я почему-то думаю, вы за меня молились каждый день. У меня столько звонков. Я когда разговариваю здесь, вот сейчас утром рано, нету, Россия еще спит. Идут звонки, но мало кто дает ответный звонок. Ему хорошо, из десятерых один вернулся поблагодарить. И они убегают. И я потом выговариваю, да почему неблагодарный такой. И сейчас, как они приезжают, а вот мы ездили, Игорь там, допустим, скажу, Третьяков там, здесь, и только приехал и сразу звонит, Инатий Ильич, мы приехали. Я говорю, на молитву, я сразу все дела бросаю, молитва благодарности. Ты поднимаешь нас на вторую ступеньку. Мне это легко делать, потому что если я днем минимум 7 раз должен встать на молитву, то твой звонок, он как раз этому содействует. И которые ко мне в гости приходят люди, они уже знают, ну, давай помолимся, то есть готовиться уходить. Все, тут мы и есть. Молитва объединяет, молитва приводит ко Христу. Это единственный канал, через который я могу познавать волю Божию. Она мне не открыта. Вот сейчас у меня задержка, и я не знаю, что она означает. Ну, просто сокрыта от меня. И нам нет никакого отказа, ничего нет. И тормозит, а может через это новые люди где-то появятся, потому что я всех оповестил в молитве. Вчера уже начинают сектанты отвечать. Если бы это было не от Бога ваша поездка, сектанты, то препятствия были бы в начале. Но когда все препятствия уже все удалены, и в конце это сатана просто мешает, и вы должны это победить. Вас ждут, это от Бога. Мы ждем ваших известных дороги. Неправославные. Ну и все. Я имею подтверждение. Да вас много значит, что неправославные. Очень много значит. Они умные люди. И мы их сделали, мы сделали такими. В церкви не было бы вот этого на нас снова, на что бы они спотыкаются. Они были бы другими. Вот вам они когда говорят, там, вот, из ада вытащить. Что можно на это сказать? Простите нас. Это не учение Божие. Не учение Христово. Этого нет, и не в Евангелии нигде. Иначе бы все богатые были в раю. Забогащая пять братьев, они бы все равно отмолили его. Дело в том, что это говорит, это не протестант, а православный священник такой говорил. Ну, они правы, перестань, скажи, я вот об этом не молюсь, из ада вытащить. Нам и не дано это вытащить. Я молюсь, которых хорошо знаю, ну, как Лев Толстой, это безбожник, я за таких не молюсь. Но и она пришла к оптинскому старству, сейчас не знаю, Анатолию или кому спросил, он говорит, в домашней молитве можешь молиться, в домашней. А она и на кине, или на кине, монашка. Вот так. Ну, надо грань эту узнать, где. Молились, а я молюсь, вот там, за Сталина, там, я никогда не молюсь. Я за Горбачева молюсь, почему? Он живой. Вразуми его, Господи, вразуми, он Бога не знает, он столько претерпел, столько зла сотворил, ему покаяние нужно всенародное. Но он знаковая фигура. Я вот больше молюсь за мертвых, у меня такое вот, и, как говорится, такое желание, есть большой, больше за мертвых, чем за живых молиться. У меня это желание было, когда Евангелие в руки не попадало ко мне. Я только одновнул, как бы научиться молиться за едино умершего, за отца с матерью. А когда я уверовал, в первый день у меня это ошло на 105 место. Я каждый день молюсь за умерших. Но кратко, коротко, родные и близкие всех православных христиан. Все. И когда молятся 40 дней, у нас бывает псалтырь разнаряжена, и мы молимся там по кофизмам. Но вытащи, и молиться за мертвых нет. Нет, это не на том месте. Да капостол Павел говорил, молитесь только за живых. Только о живых. Только о живых. А мертвых нигде мы не считаем. Ни в одном месте. В 14 посланиях ни одного слова нигде нет. Я молюсь. Молюсь, но я знаю предел, за который не переходить. И желание внутреннее от Духа Святого должно быть. А если желание только молиться о мертвых спасать, это не от Бога. Это надо пересмотреть свою программу. От Бога молитесь, чтобы все прийти в познании истины. Везде почитаю, где Павел говорит молиться, дабы я был освобожден. Молитесь за всех, ибо мне открыта широкая дверь до пропади. Молитесь обо мне, ибо... И дальше причина молитвы. О чем конкретно? Нигде не говорил молитесь за умершего. Нигде и ни разу. И даже намека на это нет. Ну вот и все. Нет во всем Новом Завете. Не Ветхом Завете. И во всей Библии этого нет. А в мощи Елисея... Ну и оставайся с мощами Елисея. Елисей тебе скажет, я тебе не повелевал, чтобы ты мной прикрывался. Нигде о нем евреи не упоминают, ничего нет. Разовый ах. Все. Не можем мы сказать, что Бог каждый раз теперь всех сектантов, с Дофаном, Еврооном и Кореем топил в земле, в ад отправлял. Ну а разовое явление оно показало. А живет нет Христос в мощах. Ой-ой-ой. Сам постепенно вопрос говорит. Он провокационный. И его и ставить нельзя. Я отвечаю, дом ваш пуст, Христос говорит. Если отцов решили, молитвенный дом, дом молитвы, мой дом, а дальше дом ваш пуст. И все, никакого Бога уже там нет. Если он пустой. И человек умер, его нет. Прах, а дух идет к Богу. Дух с Богом, написанное к Богу. Что переменять-то это? Разделено. Человек является промежуточным звеном между плотским и духовным. Между животным и ангелами. У которых только тело, у других только душа. А у человека душа и тело. Поэтому мы любим ангел, мы любим кошку. Ну еще. Отпускай. Да. Ну, все, остаемся рядом. Я постоянно смотрю, жду вас, когда видит этот огонек, тоже зеленый. Ну, больше пока об этом помолитесь и кто будет к вам, скажите, чтобы нам вернули паспорта. Прямо так и говорили. Я уже не обвизи, ни о чем не говорю. То вернули, потому что взяли и не дают назад, то это плохо. Это не по закону. Это вопреки закону. А вопреки закону я могу молиться. У меня отняли корову, я молюсь, верните мне корову. Господи, верни, у меня детишки маленькие. Так и я здесь. Я еду с великими дарами. У меня препятствия. Я теперь думаю, как это выправить. Это мой паспорт, мне принадлежит, а мне его не отдают. А если дают, то только под расписку, что я больше не буду претендовать на визу. Видишь, они как поставили. Вообще, внесли. Я не отказываюсь, я хочу, но мне нужно, потому что я бы еще подождал, но шенген у меня пропадает. У меня же вы видите там вклеено. А те, которые вам подают в Англию, у многих и шенген, открытый-то. Ну явно, что не у каждого. И не у каждого, чтобы одновременно было приглашение и на такой короткий срок ехать. То есть я по многим параметрам вместе взятым показываю, что не в общем ряду мы стоим-то. Надо смотреть. Маленько подвинуть, отпустить нас. Все, брат. Все, Игнатий, с Богом. Матушке вашей поклоны. Обязательно. Если Господь благословит, и мне еще... Она ждет. Она уже ждет, она готова. Да. И еще мне на Майл.ру там выбрось телефона 2 на всякий случай. Когда мы будем ехать, мало ли что. Не сработало. Конечно, я все подготовлю. Подготовлю. Это уже время совсем нет. Ну с Богом. Все, до встречи. Да.